Фламинго Вася, который летел в деревянном ящике в зоопарк, для города стал событием. Встречать его собрались все журналисты Красноярска. Поэтому семикласснику Лёшки из Мотыгина, который нашёл птицу во время рыбалки, ненадолго пришлось тоже стать звездой. Мальчишка давал одно интервью за другим. Мы сказали, что это цапля, как поняли. Ну, ничего не шевелилось, мы её в куртку обернули и положили, отогрелось. Ну, а когда узнала, что фламинго удивился, они всё-таки другого цвета, наверное? На корзинах видел или в жизни? Ну, удивился, но думал, что это цапля. Оказалось, фламинго. Спаситель фламинго до этого диковинных птиц никогда не видел. Да и в зоопарке никогда не был. Но с соротичами, уверен Лёша, Вася будет лучше. К тому же орнитологи за ним всегда присмотрят. Этот фламинго будет находиться целый месяц в карантине. После карантина все жители города Красноярска, придя в наш любимый зоопарк, могут увидеть его в стае уже общих птиц. А он так останется Васей? В течение карантина, если всё будет благополучно, наши ветеринарные врачи смогут определить пол птицы, и отсюда уже будет всё зависеть. Либо это будет Вася, либо это будет Василина. Вася – птица важная, поэтому орнитологи и журналисты встречают его у взлётной полосы. И вот уже показался самолёт. Для птицы в полёте создали комфортные условия и сконструировали специальную клетку-ящик. Пилоты Красавиа впервые везли фламинго, но раньше переправляли оленей. Поэтому Васе поставили прививки и выдали справку, что он здоров и может летать на самолёте. Чтобы не заморозить теплолюбивого фламинго, клетку сразу поставили в тёплый автомобиль и повезли в здание аэровокзала. Птица живая. Вася полёт пережил неплохо, а в Роевом ручье и вовсе расправил крылья. Вот только пока он не розовый. У всех птенцов, а Вася всего полгода, крылья грязно-серые. Детём заката он станет, когда подрастёт, и благодаря специальной диете. Красный пигмент птицы получают от рачков, которыми питаются. Клавдия Стермахович, Михаил Масленников, Афонтова, Новости.